всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и сегодня мы с тобой продолжаем играть в колибор мы с тобой идем зачистку для чего есть тот не знает идем зачистку для того чтобы качнуть вот эту хрень ликвидацию ботов 25 годов нам надо ликвидировать возможно будет было и миссия вот нам 25 ботов нужно с тобой ликвидируем 5000 бабосиков получить для чего 5000 бабосиков чтобы грому прокачать потом по программу пророку прокачать вот эту особенность чтобы мы могли видеть силуэт противников сквозь дым сквозь дым чтобы мы могли видеть и потом пойдем значит в п.в.п. ну вот а сейчас пока мы идем в пве не знаю как получится дадут нам настрелять 25 килов нет но мы попробуем вот ребят как я вид прокачаны более-менее аж на надеюсь не не сольют мне как-то я я удивляюсь знаете как люди вообще в пв.е. здесь проиграют ты же играешь против ботов вот они не такие умные как игроки то есть они ну они тупеньки вот это тупеньки ну как бы это ну ты понимаешь да про что я так можно ботом здесь проигрывать то есть из этих если здесь ботом проигрываешь то в одиночные игры как ты играешь в игры где одиночная кампания чем я забил кто-то я уже забыл даже чем не забил там моя завеса а все думала завис на я уже забыл ребят бывает такое ой такое бывает забываешь стреляет так и говоря хорошо надо не забыть ему обилки поставить которые я прокачиваю вот стреляет хорошо кстати говоря ему отдачу надо снизить стреляет он хорошо плотно стреляет он плотно отдачу небольшая ему надо дать снизить вот снизим отдачу ему чего-нибудь еще надо какой-то антихэт ему надо да поддачу надо ниже еще не 25 плотно 25 киллов но мы не знаю сделаем ли их тихо нормально слушал рубает так чё там настрелял 14 это не то количество которое я бы хотел настрелять это не то количество которое я бы хотел настрелять выходить тогда магазинчиком подненько 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 подрожки заканчиваются чё по киллам 19 еще 6 надо еще надо 6 это можно здесь сесть или здесь прям так и заряд ага О, выполнили. Да, отдачу надо. Надо убирать ему отдачу. Стреляет точно, хорошо, но отдача, блядь, мешает. Охереть, выпиливает все. Ебать, танк. Вот это танк. Вот это танк. Вот это мне понравилось. Слушай, прикольное оперативное. В ПВЕ вообще танк. Меня просто убить не могли. Отдачу, отдачу надо снижать. И на 10%, процентов на 25. И вообще имба. В принципе, ты имба. Ладно, пойдем в ПВП. Вот, сейчас мы купим. Да, я думаю, эту как раз. Я не видел силуэтов врагов через дым, потому что у меня не было обилки. Вот. Выходим, да, это мы берем, забираем. Так, моложи, кстати говоря, он союзник положительный эффект. Это все можно сделать тоже. А что у нас на второе? Реанимировать. Понятно. Так, два контейнера, давай заберем. Что у нас здесь? Давай это заберем. Текстиль, да, забирать лучше. Давай текстиль. Заберем пока текстиль. Так, 7000 и... 8600, да? Да, видим теперь. В общем, через... Своё же дым мы будем видеть противника. Это бы тоже надо. Это бы тоже бы надо. Боекомплект тоже бы надо. А, я, кстати говоря, спецсредством и гранатометом еще не пользовался ни разу. Это бы тоже надо. Это бы тоже надо. Это бы тоже надо. Увеличение урона спецсредством. Увеличение урона спецсредством. Плюс 6 урона в секунду. Спецсредством? То есть было 8, а станет 14 урона. То есть 140 урона? Офигеть. Слушай, ему все надо вкачивать. Этому оперативнику. Ему надо вкачивать все. Ну, теперь, короче, у нас обилка, да? Мы дым. Нас через дым не видят. Через дым нас не видят. Но при этом мы всех видим. Получается. И наваливаем. Плюс у нас есть, надо не забывать, спецсредство в виде газа. А, отмена. Ёпту, мать. Извините. Да, купить. Да, купить. И да, купить. Время применения бронепластин. Пускай будет это. Нам нужно именно уменьшение отдачи. И здесь давай. Давай стимулятор, чтобы побольше было. Стимулятора, да, у нас есть. И бронепластины. Я думаю, в принципе, там ничего не надо. И стимулятор, и бронепластины, да? Хотя можно медпакеты. Ну, я особо бегать не собираюсь им, наверное. Ну, давай пока стимулятор. Пускай пока будут стимуляторы. Пускай будут пока стимуляторы. А там увидим. А там увидим. Там подкачаем. Там сделаем. Короче, если пророку, я говорю, еще снять. Этот как он. А можно ли ему прокачать, чтобы в голову хоть что-то ему не вешали? Короче говоря, если правильно прокачать навыки, поставить, это вообще имба. Вот смотри, со мной играют пацаны 16 уровня, 23 и 22 уровня аккаунта. Вот против кого мы играем, интересно. Против каких уровней? Мне вот интересно. Вот волк меня порадовал, как оперативник. Как оперативник меня порадовал. Волк. Конечно, мы за него еще будем играть. Сейчас попробуем за пророка. Зайдет, не зайдет. Смогу, не смогу поиграть. Тут волк просто, по сути, ты бежишь, юзаешь обилку и стреляешь. А тут надо будет немножко думать тактично. Дым как правильно кинуть. И так далее. Но если за него можно приучиться. Ты же видел, да? У меня были серии, где нас пророк просто разносил. Он кидал дым, мы ничего не видели. И он просто разносился. Сейчас посмотрим. Здесь немножко не та карта, не для пророка. Так, что у нас по прицелу? Нормально. Немножко не для пророка. Пророку удобнее играть где-то в замкнутых пространствах, где-то именно в помещениях. Внимание, цель! Где? Внимание, цель. Цели нету. Замечательно. Замечательно. Это первый опыт, ребят. Это первый опыт. Есть урон. Еще, кстати, дым можно кидать как обманку. Знаете, они думают, что я под дымом. А я на самом деле не под дымом. Молодцы, красавцы. Вот, то есть можно кидать. Типа дым кинул. Они думают, уебать, там нара пророк, он там под дымом. А сам не подымом. Дайте это. Опыт. Опыт-опыт немножко. Три магазина, я думаю, хватит, да? Три ленты мне. Не три ленты, три магазина у него. Пойдем сюда. В принципе, это боец самостоятельный. Нет, знаете, что я помню? Стимуляторы нам нужны. Стимуляторы нам нужны. О, отдачу снизил. Замечательно. Ебать имба, ребят. Это в чем прикол этого оперативника. Патронов много, зажимать можно. Можно зажимать. Блять. Я знал. Я знал то, что он обойдет. Я что, и повернулся налево, пошел? У меня кабилки нету по этим. Подожди. Нет, рано, блять, помогать. Там жопа у меня торчит. Тихо. Волк что-то какой-то у них не очень. Так, бронепластины мне тоже нужны. Пойдем. Обнаружена нейтральная позиция. Что он там зажался-то? Нейтральная позиция доступна для захвата. Все, я его уничтожил, что ли? Я его спецсредством уничтожил? Я забыл про спецсредства, ребят. Играю первый раз с Пророком, наверное. Или, может, второй раз вообще-то в свою жизнь. Я его накрыл спецсредством, что ли? Он подох. Почему он не показывает последний килл? Ну, последний килл, то есть, что произошло-то? Выносливый старается очень быстро. Я ему поставил там, надо ему снижение, это как, вот, что-нибудь с ОВ делать. Хороший оперативник, можно зажимать. Отдачу я снизил, комфортно уже играть. Дым. Мой союзник. Пойдем, поможем. А то пацаны тут зажимаются немножко. Ну, а сейчас поддержка обойдет, мне кажется. Поддержка там куда-то у них, блядь, уходит непонятно куда. Давай. Перебежчики. Не понятно, зачем бегают. А, поддержка не кто. А, тогда надо идти в атаку. Закрываем. Сдох, нахуй. Обнаружена нейтральная позиция. Дром противника. Так, у них где-то там это, да? Нейтральная позиция доступна для захвата. Есть цель. Блядь, жадность. Жадность его забрала, он захотел зарезать. Его уничтожила жадность, ребят. Слушайте, мне нравится. Привыкнуть. Надо еще мне прокачать пророка до такой степени, чтобы союзники тоже могли видеть силуэты врагов через дым. Они сейчас их не видят. Вот. Что я могу сказать по этой катке? Да и вообще по игре. Пророк это... Ну, он может в одно лицо без поддержки катать запросто. То есть он может запросто катать в одно лицо. Вот. И ни на кого, в принципе, надеяться. У него все для этого есть. У него полностью все для этого существует. А вот. 7 тысяч по таблеткам. Что, 6? Давай заберем таблетки. Пускай будут таблетки. Я тут все потихонечку беру. Вот. Нам нужно, чтобы... А где эта функция? Вот. Сквозь дым, чтобы они видели. Это 13 уровень нужно. Охренеть, ребят. Это долго. Давайте купим. Свободный опыт, я думаю. Пускай будет. Лишним он не бывает. Идем на следующую каточку. Быстро нашло. Посмотри, как прям моментально, можно сказать. То есть мне, в принципе, очень понравилось. А, с этими я играл. Ксения. Это девчонка, что ли? 1903 года рождения. 11903. 1903 года рождения. Тень. Микола у нас, кстати, выкачанный. За нас играет. Против нас играет Бастион. Пердун. Меня единственное, кто напрягает, это Пердун. И Мигель. Вот. Стерлинг, кстати говоря, прокачанный. Микола фуловый. Если пацан умеет за Миколу играть, он прокачанный фулл. Если он за него умеет играть, то это вообще великолепно будет. Это будет, ребят, великолепно. Потому что, ну, Микол топовый. Хотя, говорят, он типа ПВЕ больше. Это РПР. Я видел, как он хэдшоты раздает. Хотя, может, это читы были у пацанов. Не знаю. Но я видел, как он дамажит. Вот. Так, главное не забывать. У нас есть обилка и спецсредства. Пойдем по правой стороне, я думаю. В принципе, как бойцы мы самостоятельные довольно-таки. Где там штурмовик-то? Понятно. Понятно, наши зажимаются немножко. Так, я вошел в радиус. Меня видят. Дым дал. А в дыму у меня еще урон, по-моему, да, снижается? Снайпера зажали. Им одеваться некуда. Да-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Один я... Не понял, подожди, мы же здесь втроем были. А, один пошел с их, все понял. Ну, тут я слился, да, я... Больно самоуверенный был, ребят, больно самоуверенный. Подожди, подожди. Надо было спецс... Кто-то скажет, у тебя же газ был, что не кинул. Я забываю. Ну, блин, ну, играю второй раз. Ничего бывает. Надо приучаться. Мне, думаю, лучше идти по левой стороне все время, потому что... Потому что я так хочу. В принципе, Пророк играется даже без... С этих своей, без обилки. Там прокинули, да? Что, надо заходить? Там сосайка раздает всем пиздюлей. Пошел нахуй. Это как? А что это за хуйня? Вот я вот, ребят, кто играет в калибр на профессиональном уровне, кто может сказать? Я его положил. Медика рядом с ним не было. Как он так поднимается? У них такой снайпер уникальный? Или у них Мигель, вот этот вот медик, который поднимает на расстояние? Сейчас надо посмотреть. Мигель и вот этот вот кто? Скаут. Может, у них обилки какие-то есть? Или что? Если у Мигеля есть обилка, типа, чтобы поднимать на дистанции, ну, это бредятина, это надо убирать. Ну, потому что, ну, реально, когда тебя резают на дистанции, это что за бред, блядь? Просто в зажим. Ну, а бы с тем, просто, блядь, бежит. Раунд выиграл. Вот, вот так вот надо было делать. То, что если Мигель умеет реально поднимать на дистанции, ну, это бред. То, что я сейчас... Ну, это дисбаланс. Потому что около снайпера никого не было. Там реально около снайпера никого не было. Снайпер там был один. Может, я не обратил внимания. Дай я тебя сюда кину. Пускай будет. Обманочка такая. Это как это, блядь, ты простреливаешь? Я все, что мог, я закрою. Пошли спецсредства, блядь. На, нахуй, этому снесу. О, вот это имба. В дыму, нахуй, все вижу. Опять медик, блядь, как там, нахуй, поднял. За секунду, блядь. Что, блядь, у них за медики-то такие, нахуй? А у нас кто-то здесь есть, а никого здесь нет, да? Я в дыму. А кто у них? Снайпер. У меня есть, у меня нет. Все, он там зажат. Его надо забирать. Забрали. Блядь, ну забери, ну помоги. Ладно, медик поднял. Блядь, что, снайпер нас сейчас заберет всех? Пыздец. Слава богу. Не обосрались. Медик ходит всем. Оказывает медицинские услуги. Медицинские услуги оказывает. Слушай, а белка прикольная. Дым-то. Они не видят в дыму меня, если у них не подсвечено. Это хорошо. Я никого не вижу. Так, враг обнаружен. Там у нас, по-моему, там, да, проблемки? Как-то, блядь, меня видишь, нахуй. Они не видят пока. Да, блядь, да что я косой-то, нахуй. Эх, и знаете, что я говорил? Хорошо играть за этого оперативника, потому что он в зажим херачен. Да, хорошо, но ты этим начинаешь пользоваться. То есть у тебя точность падает из-за этого, из-за того, что ты можешь в зажим хреначить. Из-за этого у тебя точность падает. Я вообще не понимаю, они, блядь, вообще какие-то неубиваемые. Я, конечно, мазал до хера, но... Блядь, что у них там вот за недель? Надо посмотреть, что за медик такой, что он дистанции может поднимать. Да, Микола у нас вообще никого не убил. К сожалению. К сожалению. Да, он там хилил, бегал, но все-таки хотелось бы, чтобы он там это... Кого-нибудь... Хотя, сколько он там урона-то нанес? Надо глянуть. Да-да-да, так-так-так. Урон 61. Он и не стрелял. Ну, не доиграл. Так, Мигель и скаут. Мигель, что, блядь, за Мигель такой там? Ну-ка, давайте-ка глянем. Медик некий Мигель. Чей он там? Мигель. Что у тебя там, блядь, за билка такая? Медицинский дрон. А противник запускает медицинский дрон. Дрон летит к ближайшему раненому союзнику. Если все союзники полностью здоровы, дрон возвращается и следует за оперативником. А как так получилось, что инъекционный пистолет позволяет реанимировать союзников на расстоянии? Реанимированные союзники возвращаются в бой с особым запасом здоровья. Охуеть. То есть он может просто из пистолетика стрельнуть и типа поднял. Заебись. Емкость магазина одна штука. Время перезарядки 3 секунды, а бы комплект две. То есть он два раза может. За бой два раза. Ну это вот так вот медик, а там снайпер так и подняли. Он ему в жопу воткнул. Шприц. Он встал. Заебись. То есть с Мигелем надо быть поаккуратнее. Понятненько. Нанести урон 3,5 тысячи. Но это мы нанесем обязательно. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Потихонечку будем прокачивать Пророк. Пророк прикольный. Нужно просто за ним немножко научиться играть. Вот. И билочку прокачать вот эту вот. Чтобы враги тоже могли видеть под дымом. Все шансы были на победу, но, к сожалению, я не смог реализовать. Потому что, ну, как бы только начал за Пророк играть. Не такой уж я уж и спец. Если вот хочешь поиграть в игру, ссылочка в описании. Пожалуйста, можно скачать. Увидимся с тобой уже в следующей серии. И всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok